здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 6 августа и сегодня у нас очень серьезный христианский праздник а именно борис и глеб он отмечается всегда 6 числа последнего летнего месяца в этот день в 1015 году борис бывший при жизни князем ростовским и глеб князь в городе муроми сыновья великого князя владимира святославовича который был крестителем нашей руси были невинно убиты единоверцами молодые люди едва похоронив отца не стали ввязываться между усобные войны которые разгорелись среди наследников владимира намоченническую смерть их обрек сводный брат жаждущий прийти к власти на руси он и приговорил убить своих братьев глеб и борис смиренно приняли смерть простив своих обидчиков зато церковь причислила их к лику святых несмотря на то что дата их канонизация вызывает много споров братья считаются одними из первых русских мучеников и в летопись неоднократно описывается исцеляющая сила мощей благоверных князей страстро терпцев князь владимир он же владимир креститель и князь красносолнышко при жизни был женат несколько раз и имел много детей которые приходились друг другу сводными по матерям последняя его супруга анна царевна из византии она родила владимира двух мальчиков эти дети самый младший из всех были рождены во христианстве поэтому они по праву считались законными наследниками в большей степени чем остальные отпрыски при обряде святого крещения борису было наречено имя романа глебу давида по венам молодых людей струилась такая благородная материнская кровь василевцев в византии которые в те времена очень сильно почитались русскими правителями подросшим мальчиком князь киевский подарил удел по собственному владению глеб был назначен князем города мурома борис стал управлять ростовом согласно найденным отрывкам из лет писей князь киевский владимир хотел свое княжество передать борису и держал мальчика при себе но по стечению обстоятельств сын на момент смерти отца был в походе и ходил с войной на печенегов на сегодняшний день историки спорившие о том кто же дал указ на убийство братьев разделились на две половины по версии одной из сторон бориса и глеба обрек на смерть их старший брат сводный по матери святополк окаянный другая версия основывается на предположении что их подверг мучительной смерти другой родственник опять же сводный брат ярослав мудрый в любом случае война за престол которая вспыхнула между наследниками после смерти владимира могла послужить толчком к подобным распрям после причисления глеба и бориса к лику святых они почитались русскими людьми как целители и чудотворцы затем к ним больше обращались в основном из рода князей как к заступникам и молитвенникам братьев называли защитниками славянского народа даже в сказании о похвале святым бориса глеб зовутся как заступники руси заступники русской земли и небесные покровители князей русских в летописях можно найти множество историй об исцелениях которые происходили рядом с гробом святых братьев о победах которые как верили люди были совершены благодаря молитвам борису и глебу также множество паломнических ходов было совершено к месту захоронения благоверных князей главной традицией на праздник бориса и глеба был сбор ягод начиная с этого дня крестьяне заготавливали ягоды черемухи она применялась в разных сферах шла на еду так изготавливали из нее целебные снадобья настои мази наши дни черемха используется не так активно но на праздник люди собирают всевозможные другие ягоды калина малина губикой черника смородина все для варенья компотов пирогов и для сушки на зиму а также в период праздника люди собирают и сушат березовые ветки для изготовления банных веников дождливую погоду собирают грибы давней традицией является отказ от работы сегодня не нужно работать нежелательно выходить в поле нежелательно идти на огород нежелательно пересаживать растения или производить прополку в общем все что связано с огородом нежелательно а также нежелательно сегодня стирать всю работу которую можно сегодня отложить отложите на завтра считалось что трудясь в этот церковный праздник можно разгневать духов земли и неба вот такой вот он праздник сегодня день бориса и глеба день великих русских свидетелей я вас поздравляю с этим праздником пусть этот день у вас будет хорошим пусть урожай будет замечательным здоровье у вас прекрасное пусть борис и глеб охраняют вас и всю нашу землю от всевозможных распри но на сегодня у меня все до свидания до новых встреч пока 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 пока